Почему так много религий? Почему Господь не сделал так, чтобы у людей была одна религия и чтобы не было ни споров, ни разговоров, ни разногласий и так далее? Как вы думаете? На самом деле Господь так и сделал, просто она многим людям не нравится, многим она не по душе. Сейчас объясню. Смотрите, начиная с первого посланника Адама, заканчивая последним миром всем, у них у всех была одна и та же религия, единобожия. Вы ведь понимаете, что ни Ной, ни Авраам, ни Дауд, ни Соломон, ни Иисус, ни Мухаммед миром всем и милость Господа, ни один из них не был многобожником. Абсолютно все пророки были единобожниками и они все исповедовали одну и ту же религию, единобожие. То есть единобожие было религией абсолютно всех пророков и посланников, начиная с первых времен и по сей день. А почему тогда существуют разные религии? А все очень просто. Хоть все пророки и были на одной религии, на единобожии, но законы, с которыми их отправлял Господь к людям, они отличались. К примеру, во времена Адама, алейхиссалям, брат мог жениться на сестре. По Божьему закону в те времена разрешалось жениться на родной сестре. Почему? Потому что в ту эпоху была необходимость в этом. В дальнейшем, когда люди уже расплодились по земле, этот закон был отменен Господом Богом и он не спасал людям другой закон. Понимаете, да? Например, пророку Давуду, алейхиссалям, ему были дарованы псалмы, пророку Моисею была дарована Тора, пророку Иисусу была дарована Евангелие, пророку Мухаммаду Коран, миром, всем милостью Господа. То есть, что я хочу сказать. Время от времени Господь менял закон для людей в зависимости от эпохи, времени, места, развития, цивилизации и так далее. Теперь ясно, да? Окей, смотрите. Но почему тогда люди разделились на разные течения? А все очень просто. Люди решили не подчиняться Господу Богу и Его выбору. Они предпочли сами решать, что им делать. К примеру, когда к людям пришел Моисей, кто-то поверил Ему и последовал за Ним, а кто-то отказался от Его призыва и стал неверующим. Вот точно так же и дальше. Пришел Иисус в мир Ему, и кто-то принял Его учение и последовал за Ним, а кто-то отказался. Те, кто приняли Его учение, они стали верующими. А те, кто отказались, они стали неверующими. И вот точно так же, дорогие мои, и с последним пророком Мухаммадом, с.а. Кто-то поверил ему и последовал за ним, и стал верующим, а кто-то отказался и стал неверующим. Все довольно просто. И не имеет значения, что люди, я не знаю, сами будут себе придумывать, как-то себя называть и так далее, кем-то себя считать. Все это не имеет никакого значения. У Господа Бога система одна и та же. Те, кто последовали за его посланниками и подчинились, они верующие. А те, кто не последовали за ними и не подчинились, они неверующие. Иудеи, которые не уверовали в Иисуса, они навеки будут гореть в адском огне. Даже если они будут с утра до вечера молиться, стоять у стены плачать, делать хорошие дела и так далее, не имеет значения. Условием веры является подчинение Господу Богу и его посланнику. Если Господь отправил посланник, а ты его отвергаешь, твое место навеки в огне. И христиане, дорогие мои, они являются исключением. Если вы христианин и вы отвергаете последнего пророка Мухаммада, вы также навеки будете гореть в адском огне. Нравится вам это или нет. Хоть вы будете молиться, хоть вы будете, я не знаю, поститься, обманывайте себя как хотите. Но суть, дорогие мои, во все времена одна и та же. Мы, люди, мы либо верим Господу Богу и подчиняемся Его посланникам, либо мы не подчиняемся. Все очень просто. Кстати говоря, по поводу подчинения покорности. Знаете, как переводится слово «Ислам»? Покорность, полное подчинение, капитуляция, полная сдача Господу Богу. Именно поэтому говорится, что религией всех пророков и посланников был «Ислам», то есть полная покорность и полное подчинение Господу миров. Желаю вам, дорогие мои, образумиться и почитать Коран. Там все очень четко и ясно написано. Паркалофик.